Какие целые числа, представимые в виде, дальше три пункта, разность квадратов, x квадрат минус y квадрат, x квадрат плюс 2xy, x квадрат плюс 4xy. Ну, пункт А совсем простой. Догадаться до ответа можно, если просто выписать первые штук 10 квадратов, посмотреть, какие разности. Вы увидите, что нечетные числа это просто между соседними, а с четными немножко ситуация хитрее. Вот у нас здесь произведение двух чисел одной четкости. Поэтому не может быть, чтобы один множитель делился на два, а другой будет. Так что, либо оба умножителя нечетные, и тогда произведение нечетное, либо оба умножителя четные, и тогда произведение делится на 4. А вот если нечетное число, то есть такая простая формула. То есть, просто надо взять квадрат со стороны n плюс 1 и из него выбросить n квадрата. Как раз каемочка из двух n плюс одной клетки. И 4n, тоже просто. Квадрат со стороны n минус 1 без квадрат со стороны n минус 1. Как раз здесь вот 4n клеток. Так что, всех вот такие числа, делящиеся на 4, нечетное представимо. А дающие остаток 2, непредставимо. Пункт B очень простой, это то же самое, что пункт А, только то их значение. Смотрите, можно же добавить теперь квадрат и вычислить квадрат. А как раз получается разность квадратов. Обозначив x плюс y, как будет новой буквы, мы получаем разность квадратов в двух произвольных целых чисел. А эту задачу мы только что решили. Будет пункт А. Теперь тяжелее с задачей x квадрат, то есть 4x. Смотрите, здесь два умножителя, разность которых делится на 4. Ну, сначала несколько простых формул. Если взять в качестве x единицу, то видно, что любое число, дающее остаток 1, пределение на 4, то есть 4n плюс 1, представим в таком виде. x равно единице, y равно n. Если в качестве взять двойку, то получаем все числа в виде 8n плюс 4. В качестве x, если взять число 4, а y это n минус 1, то получаем все делящиеся на 16. Вот, смотрите, дающее остаток 1, пределение на 4, 4, пределение на 8 и 0, пределение на 16. Это представимые числа. Легко понять, что другие непредставимые. Остаток 1, пределение на 4, остаток 4, пределение на 8, есть, по-моему, 16 остатки, и делящиеся на 16. Все остальные остатки, заметьте, их много. Этих самых остальных даже больше половины. Так вот, остальные, не остальные. Давайте поймем, почему. Потому что это числа вида 4n плюс 2, то есть 2, 6, 10 и 14. 4n плюс 3, это 3, 7, 11 и 15. И 16n плюс 8. Все это непредставимые числа. Почему? Потому что если вы пытаетесь число вида 4n плюс 3 предоставить в виде x умноженное на x плюс 4 в виде, то вы обнаруживаете, что x должно быть обязательно числом нечетным. Но тогда по модулю 4 здесь будет тоже самое x. А квадрат при делении на 4 обязательно дает 1,5 и 3. Значит, здесь не бывает. 4n плюс 2 еще хуже. Потому что если число x нечетное, то это нечетные скобки. А если четное, то обе скобки четные, то это тоже непредставимые. Ну и 16n плюс 8. Тоже понятно. Смотрите, ведь у нас не может быть, если x делится на 2 и не делится на 4, чтобы вот эта скобка делилась на 4. Если x делится на 2 и не делится на 4, то это скобка такая же. И тогда вот это выражение будет делиться на 4, но не на 8. А это делится на 8. Значит, не бывает. Если же x делится на 4, тогда и это скобка делится на 4. И тогда будет произведение делиться на 16, а это на 16 не делится. Ну вот, все. Мы все остались, перебрали. Такой ответ получился.